А перед ценом-то мы пожрём! Ребяточки, всем привет! Всем привет! На канале Пиратская жизнь! Поужина! Да! Ребяточки, рестораны – это, конечно, хорошо, но кушать надо дома. Но дома вкуснее и сытнее. Так что давай за приятный вечер и хорошее настроение. Короче, на ужин у нас сегодня рис с индейкой, а-ля плёв такой получился. Назовём его плов. Дичный плов. Дальше – салатик и вот такая вкусняшка. Смотрите, какой у меня красивый Вован, какая красивая я, и какой у нас красивый плов получился. С вами снова Нинель и Владимир Кошмаровский. Кошмаровский, да. А ты же когда-нибудь тебя вкрасили, такой чёрненький-чёрненький получился. А ты швадскоп. Это у нас, по-моему, ещё стоит. Да. Можно потратить на тебя ещё. Ещё не так. Помойся ещё раз. Нужно смыть остатки. Потому что Миша не успевает здесь всё смывать с тебя. Он всё смыл. Только у него, правда, ногти чёрные стали. Да. Ну, правильно, оттирать я потом. Забыл перчатки одеть. Да. Ну, ладно, смой, будет. Смой, будет. Ведь у меня ещё трое. Шесть. За шесть раз думаю, сможет. Нормально, нормально, будет. Не, вообще, конечно, краска, она прям пристаёт. Я-то каждый раз боюсь, что, знаете, все подушки, потом чёрные, после него. Особенно, когда мы использовали эту, как её, шварцкоп, прям очень пачкается. Шварцкоп, да? Угу. В данном случае это нет. Ну да. Это как-то American Crew, да? Как так называется? Угу. Ну, дорогая краска, я смотрела. А если чалуши, это странно, как потом вернулись всё-таки. Я вот смотрела, очень дорогая. Вот. Как бы, там вот если просто так покупать её, очень дорогая будет. А тут, я понимаю, они закупаются оптом. Я барберный. Мне сейчас так прикололо два пацана, как их пришли. Мел. Нечесанные, нечесанные какие-то все лохматые. Один там стоял, роллы какие-то жрал. И так пухляш. Лет 15. Ну. В барбер-шоп они пришли. Подстричься. Она говорит, сколько стоит? Говорит, 2700. Что-то там. Говорит, а сколько там топ-мастер? Он говорит, 3000. А вот это за 2700, когда освободится? Спрашивайся, нафига пришли. Это обычный. У них же там как? В этом, как сойти, отделе, уже только эти. У них там идёт топ-барбер. Потом идёт индивидуал. Всё, больше никак. Индивидуал. Больше никак их нет. Просто они не были очень похожи, знаешь, на... Которые могут себе позволить... Ну, не позволить, а... Скажем так, что они вот туда регулярно ходят. В общем, так вот. Они пришли узнать просто, сколько стоит стричь. Ну что, на сайте не тебя посмотришь? Нет. Они не знают. Они просто увидели, что там есть что-то. У них шли, но это просто зайти. У них вообще дорогая. Им надо в небо ехать. У них входит? Сейчас я из-за мастера. Там на этом... Это дешевле. За полторы тысячи пострибут. Проба... Проба-барбер. Я уже сколько раз вам говорил, да? Да, мы ещё подешевле, да? Да, мы ещё подешевле. Нет. И встально не оттыкает. Вот ты, блин, ходишь. За семь тысяч красишься. Это мне нельзя. У меня, опять, окрашивание сложное. Это раз. Во-вторых, стрижка. М-м, два. Затем Миша предлагал красить. Ну, не надо мне. Уже раньше работал? Да нет. Я нормально присмотрел. Я полностью удовлетворена. В каком-то женском. Да, не дешево. Но ещё, знаете, я ходила в другой стол, смотрела. Более-менее такой нормальный салончик. У меня там вообще за чисто окрашивание, это без кишки, десятки вырубил. Да. Нет. сложное окрашивание там, с корнями, больше. У меня каждый раз там высветление волос, там, корни и прочее. Вот, чтобы желтизны не было. Ну, потом уже сам ремонт лучше приводить. А вот, ну, вытягивание там цвета и прочее. Десятка. Понимаете, десятка. Тут я за семь, получается. Ну, она сейчас просто цену уже подела. А так я, когда я начинала, за пять подела. Ну, я себя люблю. Я люблю свои волосы. Как мне там писать, ой, это стоит там столько-то. Да, это стоит столько-то. В нормальных салонах, нормальных специалистов цена там не манья. А, грубо говоря, дешево посришься, можно в любом салоне. У нас есть ананас. 450 рублей. Модельная стрижка. Я тоже могу модельную стрижку сделать. Хочешь? Беспотно. За 300 отдам. Нет, у своей волосы я обыкновен доверен. Например, как-то ходила. Девочки, я еще летовые побывать успела. И висок-то мне выбривали. Я поняла, что это все-таки не мое. Знаете, когда мастеру выдаешь, скажем так, свои идеи, мастер должен выслушать и сделать по-своему. Так как это должно быть красиво. А не то, что там вот мои бредовые идеи. Нет. Он тебя должен выслушать и сделать так, чтобы понравилось и тебе. Но сделать так, как это нужно. И так, как мне это пойдет. Да. Не просто вот я, я хочу, чтобы у меня вот здесь вот клок торчал, но здесь вот не торчал, здесь вот это и так далее. А я говорю, я удивляюсь, ну, мама отлично, все это, ходит по разным мастерам, но вот чисто в виде хайп походу. Где-то я помню, на курорте она там стриглась, какой-то просто обычную рядовую партимаршечку зашла, или там такой звезде сделали, е-мое. Ну, ну, код, ты совершенно свои волосы, что-то не будешь. Убушлосый бег. Да. Понимаете? Я не хочу. Вот что, что? Волосы? Не-не-не. Волосы, ногти, мне только хорошие мастера. Тут нужно, понимаете, себя любить, в первую очередь. Нет. Есть, в принципе, и достаточно недорого берущие мастера, но я, честно, знаете, экспериментировать не хочу. Искать? Экспериментирую. Как он сегодня говорил, вот эта краска, она как раз борется с тем, чтобы не было, как ты говоришь, после окрашивания желтизны. А на женский волос это пойдет? Нет, говорит, это только для мужских, аутица. Я говорю, какая разница, какие волосы? Они, говорит, разные. Это да. Ой, я тут, помнишь, покровка шлем. Там женщина такая стрижка была, офигенность, мне так понравилась вообще. У нее, причем, то ли волосы такие пустые хорошие, то ли чем. Ей так подстремли, у нее короткая стрижка, тоже вот так вот, сделаешь. И у нее, прям, знаете, у нее прям волосы, прям, торчком вообще стояли. И прям так, это красиво все сделано, так вот, обалдеть. Это просто прям, прям хотелось подойти, спросить, женщина, что у вас за мастер? И цвет классный был, такой прям, я сам устраиваю. насыщенный. Вот, иногда прям, прям, очень классно получается. Знаю, некоторых людей, которые ходят, чисто вы знаете, объявление есть, типа, ищу там, натурщицу, там, не знаю, модель, и прочее, да? Вот. Не знаю, я бы не стала экспериментировать, чтобы на мне кто-то недавно искали, оттачивал мастерство. Да, такое объявление было. В Москве. А, вру, пить. Искали людей. Мужчин и женщин. Так вот, я у мастера-то была, недавно татушки. Ну, это так. Ты тоже проверил, проще. Вот, он говорит, что рассказывает, периодически ищет модели. Вот. Я говорю, а, если вдруг там, у вас ученицы, там, что-нибудь не то сделают, он говорит, ну, на такой случай, если вдруг не удержу, там, руку, там, или не успею, там, дернуть, есть лазер. Я говорю, я здесь есть, я жоржу. Я говорю, и чушь получается, вот так вот рисует, рисует, потом, если что, потом лазером стирает. И сам смеется, говорит, да. Ну, что-то подобное. Нет, тебе говорю, что-то, я тебе говорил, это есть у них, у них проходил фестиваль какой-то. Что? Там, устремлили, это барбер? Да. Был фестиваль барберов. Нет, это есть конкурсы, где уже профессиональные мастера, они показывают свое мастерство. Что-то разное. А есть, ищут натурщик, ну, не натурщиков, а моделей для учеников, для которых учатся. Понимаешь, вот это вот жестко. в том плане, ты как холст. То есть, на тебе живут. По сути, да. То есть, тебе делают, как бы, этот мастер, он делает на тебе. Учисторок, на бывает. Нет. Это мастерская в детской. Обычно делали. В советское время. Нет, я тебе расскажу, как есть. Но, дайдем тоже рассказать, что некоторые, приходя вот на, так сказать, этим, моделью, думают, что это бесплатно будет. А нифига подобного. Там даже модели платят. Просто они платят там, в 3 раза, дешевле. Вот, и, грубо говоря, это под присмотром мастера делается. Но, опять же, не знаю. Может быть, я это все исправил. Ну, в принципе, не, он берет на себя гарантию, что если вдруг там что-то не так, то, соответственно, он исправится. Но я просто к тому, что, понимаешь, я бы, например, не хотела, чтобы на мне набивали руку, скажем так. А когда? Особенно в глазах. Когда был маленький. У тебя окрашивание. У меня в отделе одно пехмальчик, где как раз наоблемнеет и негулировальчик. Трифля. Бедненький. Тебе эксперименты ставлю. Да. Смотри, кто-то у меня такой немножечко шубанатенький. Бедняк. Ничего, тебя вылетит. И меня вылетит. У нас еще. Да люблю тебя, напрягался. Ну. Ну, что? Тебе говорю. Вот стоит дешевле. Но тебе сразу предупреждают. У тебя будет стричь ученик. Ну вот. Не, знаешь, ладно стричь. Окей, волосы и ногти отрастут. Это, знаешь, выбрали какое-то такое. Я художник, я как вижу. А если тебя окрашивают, это другой уровень. Там непосредственно строго под присмотром. просто волосы спалить можно на раз-два. Вот, это и нужен мастер, который глядит, каких порциях ты смешиваешь. Я помню, у меня блондин украсил, когда там, не помню, только какой-то окислитель, не тот, то ли что. Господи, я думал, с меня просто скальп снимают, просто. Это так больно было, это просто. А меня, причем мы еще потом убеждали, что это нормально. Понимаешь, боли, это нормально. И я такая, да? Типа потерп... Да? Робят, нормально. Красота требует жертв. Да. Но, блин, не такие же. На самом деле, мне должно быть больно. Какая у вас чувствительная кожа? Нет, чуть-чуть, да. Но, вообще, есть специальные там масла и прочее. нужно понимать, под какие волосы там, Ну, вот. Ну, я бы не хотел быть моделью. Я сажусь, профессионал, такая, дорого. Ну, тем более, не так часто ходим, так. Размесь. Вот, идешь спокойно, и сняжку, все будет хорошо. Еще я такой человек, знаете, привыкаю к чему-то одному. Мне сложно отвыкнуть. Даже, может быть, в каком-то другом месте мне, возможно, сделали бы лучше. Нет, я буду ходить в одно место. как же записался, тоже на снижку. Корма, немножко слегут. Я тут оброшула уже, корни прям большие. Вот красотка. вкусно, вкусно. капуста. А то, походу, нет такой краски, который бы порос с желтым и тень. у меня, ну, тут, знаешь, вот насчет меня, например, у меня свой пигмент, рыжий, на волосы свои, от природы, они такие, знаете, темно-коричневые, и преобладает этот рыжий пигмент, оттенок. И когда выцвечиваешь, она меня, когда первое, вот это просто обесцвечивает, я там сижу, желтый, как цыпленок. Просто волос, он пустой от краски, да, то есть сначала обесцвечивает волосы, и ты получаешь такой желтовой, а потом уже наносится краска. Я вот постоянно, вот использую шампунь с этой фиолетовой такой вставкой, ну, не вставкой, а как-то, фиолетовый, короче, шампунь, да, дается иногда такой оттенок, немножко фиолетовый, вот, но это холодный, то есть он холодит. Он до этого использовал другую, другой фирмы, это краска, там как раз такой же цвет дает оно. Как раз мы его бываешь, чтобы рыжего не было, он как бы, это, да, идет такой холодный цвет. Да. Понимаешь, у тебя там, как, у тебя волосы отрастают, у тебя они блондинские, белесые, и плюс, как раз она еще сама смывается, вот эту, выхлоп. поэтому, прикольно, но, чтобы было все хорошо, тебе надо вообще раз-две, максимум раз-три недели ходить с рисом и подкрашивать. Это будет нормально. А если раз в месяц, раз-полтора, ну, такой у тебя. Говорю, вот эта вся красота на неделю, Максу. на пару недель. Даже не на пару. На две недели. Недель на полторы. Две. Уже смывается быстро. Ты можешь оставь, ты немножко тут хоть, Я-то еще даже не ела. Вспомню, что есть и жена. Купила, блин, себе за... Купила себе, в первую очередь, за 265 рублей вот эту фасоль. Говорю, блядь, хочу прям вообще как фасоль не могу. И что я вижу? Всю гигантскую фасоль сажал мой муж, который, кстати, был против того, чтобы я покупал эту фасоль. Это дорого, это дорого. Да-да-да-да, я уже что-то ее мое. А, ну ладно. А еще и мои дилки не нравятся. Ну, так же. А целовать у меня науше отказался. Че? Что? А позор у меня, прям, на всю улицу. А ты ему целоваться лезу. Ничего. А он бред будет мой. Че? А че нет? Нет. А че ты меня... Я к нему цела, а ты вот, Маш, прям, голову убрал. Просто фу таким быть. Ну, смотри. Потому что мы не любим телячьих нежностей. А я люблю. Дальше что? Терпи. Казак. И по сливке. Нежностей телячьих нежностей. А напоследок. Я подчеркну. Вам сливку. У меня там хорошо терпит, смонтирован. Ох, красота. Не, хорошо, что не сходили, а не поможет. Дорого, конечно. Ну... Вы что? Там две с половиной тысячи, сколько мяса можно. Дорого и бестолково. Да. На самом деле. На самом деле бестолково. Я не знаю, что туда до сих пор люди ходят. Я просто так посчитала, это 860 бат был бы. Блин, я просто посчитала, в Таиланде на 860 бат мы бы вообще... Мы бы сходили в краб, заказали бы там вкусные... Мы бы тогда брали две, блин, рыбки, схваток и еще пиво. Да. 800 бат. А роллов бы вот этих вот на рынке или бы даже вот в той кафешке, блин, мы бы вообще просто гору бы обожрались. И там было столько рыбы. Я мая. Мы тогда это съели на 500 бат и на 300 еще взяли. Я просто удивляюсь, почему такие цены. Почему такие цены и почему такое качество. И честно, после тайских роллов, ты как мне девушка тогда вот, которая мне посоветовала вот эту кафешку, вот я вот прям вот вспоминать ей буду, но мне посоветовала, говорит, я после этих роллов в России на роллы вообще смотреть не могу. Я их понимаю. А то, что мы видели сегодня, это вообще ужасно. И мелкие вообще. Ладно, мелкие, так они еще и... как будто топором рубили их. А не резали. Ну, бывает. Скажем так, вряд ли мы туда вернемся. Хотя, кто его знает, зарекаться не будем. Ладно, всех любим, всех целуем, всех хорошие настроения. Не болейте, не скучайте, хотите и правильным мастерам. О, мы виселищем. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok